привет друзья с вами фабрика декору и настя и сегодня мы с вами будем работать с таким большим большим объектом это заготовка для адвент календаря это один из многих видов которые можно найти фабрики декора в магазине размер его 45 на 31 на 7 сантиметров а значит это деле сделано из двп толщиной 3 миллиметра и сейчас я буду распечатать это вот такой большой большой шкафчик скажем так с такими выдвижными ящичками дело в том что пришел он ко мне уже собраны так получилось что он достался мне уже сделаны можно сказать наполовину здесь правда не хватает циферок немножко но это ничего страшного и адвент календаре мы привыкли воспринимать как что-то для детей но сейчас очень популярна во всем мире адвент календаре с косметикой для женщин и адвент календарь может быть календарем для всей семьи поэтому мне хочется его задекорировать не привязываясь к детской теме чтобы он стал просто таким дополнением к новогоднему интерьеру чтобы можно было каждый год его доставать и придумывать что-то для всей семьи или для друзей в общем для всех кто живет в этом доме поэтому я его буду сначала окрашивать одним цветом краски на у меня вот такой мой любимый шеби велюр речной песок очень люблю этот цвет неоднократно вот на камере он немножко холоднее чем на самом деле он есть неоднократно я с ним делала работы и делала пластиковые горшки перекрашивала делаю имитацию керамических горшков с помощью именно этой краски именно этого цвета шеби велюр эта краска текстурная то есть она с очень мелким песочком поверхность после нее получается не гладкая такая даже вот действительно он похоже на какой-то на бетон на цемент на такой вот что-то вот на штукатурку общем такая фактурная приятная поверхность поэтому я сразу окрашу все мои выдвижные ящички я хочу взять таких в таких более природных цветах поэтому я торцы не буду окрашивать хочу их оставить такими как они есть они будут возможно их покрою лаком просто чтобы сохранить вот этот коричневый приятный такой натуральный цвет поэтому окрашивать буду просто кистью каждый ящичек так пока все окрашено подсыхает и у меня осталось вот такая вот такой большой ящичек я ему хочу как-то выделить раз ужин такой большой его и задекорирую немножко больше чем остальные ящики я для этого хочу взять вот такой трафарет с такими замечательными уголочками здесь и вензеля уголочками он очень нравится уже неоднократно его использовала и я нанесу пасту текстурную возьму для этого пасту с песочком тоже она такая чуть чуть более чуть чуть более крупный песочек в составе чем в бивеллюре люблю эту пасту тоже больше люблю даже чем обычную гладкую пасту и нанесу вот такие такой узор также я окрасила верхнюю часть и боковушки этой же краской но вам такой небольшой от меня лайфхак если у вас есть какая-то большая поверхность которую нужно покрыть краской краски небольшое количество чтобы сэкономить ее расход я взяла вот такой прозрачный геса это прозрачный грунт то же самое можно сделать с медиумом с прозрачным почему прозрачный чтобы не менять цвет краски я нанесла прям мастихином сюда на поверхность вот такого геса прозрачного он после высыхания прозрачным становится сейчас он белый пока и этой же краски шебе велюр то есть у меня еще несмотря на то что я красила такие большие поверхности у меня еще довольно таки много осталось краски сейчас я еще окрашу дно и точно так же нанесла кистью и потом вот так забила спонжиком чтобы сохранить фактуру как раз на таких поверхностях на вот таких вот изделиях которые сборные так хорошо закрываются наши места соединения нашего конструктора скажем так и потом для того чтобы добавить еще фактуры если где-то от кисточки все-таки остаются мазки я еще прохожусь вот так вот обычным поролончиком либо это может быть спонжик губка посудная в общем что угодно так что я хочу окрасить циферки но у меня же есть ящички в как на которых цифер нет ничего страшного я для этого нашла вот такой выход у фабрики декору много вот таких вот наборов для декорирования с такими элементами в том числе новогодних у меня парочку есть и так вот такой наборчик я уже его немножко распотрошила здесь вот такие то есть эти олени тоже вынимаются и в этом наборе были вот такие вот снежиночки я их буду клеить на место цифер которых у меня нет так все такая елочка я наверное возьму снежиночку побольше поменьше или такую точно даже да вот такую точно возьму и приклею сюда на те места где у нас нет циферок естественно в этот шаг может пропускать потому что у вас все цифры в наличии если вы такое делаете так и возьму я значит краску вот такую античное золото это акриловый металл такого красивого цвета так и теперь буду покрывать циферки этой краской просто окрашивать кисточкой так вот такая красота получается как видите фактура сохранилась мне этого и хотелось так и теперь следующий шаг я возьму эту краску нанесу на такой черновичок и сухим пальчиком немножко вот так вот по краям нанесу и выделю фактуры и следующий шаг вот такая красота получается у нас я хочу добавить клейтера клеить я буду его на вот такой у кеса прозрачный все тот же он есть и в таких больших банках по 400 миллилитров и в маленьких небольших в обычных 150 так я значит покрою вот так я хочу на уголочке кстати в конце работы я покрываю такие такие объекты скажем так я покрываю таким гесса всегда те же горшки цветочные которые я окрашивала этим же шибе велюром поэтому он сохраняет блеск краски металлик слегка такой немножко глянцевый такой у него финиш совсем совсем слегка так и я покрываю то сейчас я буду сейчас все получается одновременно и и защищаю поверхность то есть наношу такое финишное покрытие и пока гесса не просох я буду насыпать глиттер хорошенько все прокрашиваем не толстым слоем просто чтобы если будет слой толстый то это немножко скроет фактуру которая получилось благодаря краски шибе велюр поэтому просто аккуратно не толстым слоем наношу на всю поверхность сейчас это все такое белое абсолютно прозрачный снова откроется те цвета те краски так и у меня вот такой глиттер двух цветов двух размеров даже я бы сказала так это вот такой крупный глиттер и глиттер от фабрики декорус цвет называется старое золото очень люблю такой благородный цвет и сейчас я буду наносить совсем совсем начало крупный сколько приклеится столько и приклеится я не буду это делать по всей поверхности на каждом ящичке это будет выглядеть немножко по разному потому что все это так в ручном режиме и вот такая красота у меня получается сейчас эту процедуру проделываю со всеми ящичками покажу вам что у меня получилось вот такая красота в принципе это очень простой вид декорирования но очень эффектно мне кажется он подойдет к любому интерьеру мне очень особенно нравится то что здесь два вида глиттера за счет этого более интересным выглядит этот адвент календарь спасибо вам что были со мной вдохновение до скорых встреч а и да а да да вот да о а